всем привет в этом видео хочу рассказать вам про перфоратор и про дрель хочу рассказать основные отличия вот этих инструментов некоторые путают перфоратор с дрелью и высказывают свое мнение о том что перфоратор вполне может заменить дрель хочу это показать сегодня на практике засверлить пару отверстий значит перфоратором и дрелью как видите вот эти инструменты они между собой похожи перфоратором конечно же побольше под дрель всегда поменьше перфоратора вот такой вот у них размер перфоратора обычно все знают из ds патрон но на перфоратор продают вот конечно вот такие патроны отдельные с переходником sds хвостовик и в патрон можно вставлять сверла обыкновенные по дереву по металлу и некоторые как бы считают что вполне можно обойтись без дрели вот перфоратора все знают есть ну переключатель режима то есть ударного с молотка и простое сверление и вот я сейчас хочу вам продемонстрировать смотрите сейчас я включу его посмотреть как не точно на перфораторе центруется сверло посмотрите сейчас видите то есть в патроне сверло стоит ровно но за счет того что переходник вот в такой патрон sds у него есть небольшой люфтик совсем небольшой но это допустимый люфт но отверстия не такие ровные и разбитые а я сейчас попозже покажу пример опять же деревяшки вот еще раз вот хочу показать перфоратора нету регулировки оборотов конечно же у него выставлены изначально свои у дрели у дрели на курке есть обороты также есть конечно реверс как и у перфоратора перфоратора нету регулировки на курке дрели бывают патроны в данном случае здесь патрон ключевой зажимается но бывают вот такие как вот это быстро зажимные я я предпочитаю ключевой потому что не проворачивается оснастка в ключевом и вот посмотрите как в дрели работает вращается сверло смотреть и мягче и мягче запускается и меньше люфта вот посмотрите видите видите на малых оборотах еще как-то биение видно но это свойство моего китайского сверла на кривое конечно но так или иначе смотрите вот при увеличении оборотов биение как такового нету до дрель это она тоже имеется режим дара вот с ударом с ударом удар здесь срабатывает при нажатии усилия нажатия сверлом в поверхность материала начинает срабатывать удар щелчок не такой как в перфораторе в перфораторе боёк здесь просто щелчок здесь на диске на вращаемом основной 6 шестерни есть просто такие соединительные два усика которые западают в отверстия двигателя на двигателе приводной вал там тоже есть специальное отверстие они соединяются и происходит такой щелчок вот а в перфораторе непосредственно удар идет бойковый такой тут уже сам боёк здесь поршень такой то есть через косую шайбу такую толстенную бьет ну это это уже внутренности этих вот инструментов речь здесь в первую очередь идет о том что перфоратор это не дрель абсолютно никакая это не дрель это это у перфоратора только опцией как бы сверление опция есть и где-то опционально то есть ну когда нет дрели можно подсверлиться и смотрите на на малых оборотах разбивает то есть если какие-то деликатные работы проводить то вот так перфоратором сверло разобьет поверхность материала вот сейчас я хочу показать уже на деревяшке как это выглядит вот я приготовил такой стенд небольшой и вот начнем с перфоратора еще раз повторюсь вот биение у сверла достаточно высокая давайте попробуем вот смотрите сейчас сверло по дереву его можно сразу вот упереться в древесину тут такая иголочка направляющая есть вот она позволяет сразу отцентроваться ну и вот смотрите а еще что хотел добавить смотрите когда пор происходит вот такой вот происходит люфт то есть но это допустимый для удара для буров а здесь вот вот такая вот есть как бы такая особенность ну естественно надо тогда вот так сюда приезжать патрон в патрон и прицелиться но вот смотрите сейчас переключу реверс чтоб не выдергивать вот это было просверливание отверстие перфора вот такое вот отверстие сейчас я покажу поближе вот ну заусенцы как бы вот и естественно сверлит ровно конечно но не так ровно как давайте попробуем дрель вот смотрите также рядышком прикладываю сверло вот придавливаю слегонца так иголочкой вот этой направляющей и включаю дрель дрель в данном в данный момент на полный оборот я колесик переключил удар убираем вот сейчас кстати ведь я уперся не переключается это тоже особенность при работе не на ходу нельзя при работе на ходу нельзя переключать так вот переключил на сверление на обыкновенное и давайте посмотрим вот вы видели сейчас как работает дрель вот биение то есть где-то в мебельных работах каких-то 100 столярных плотницких где есть деликатно обработка материала дрель лучше всего такая грубая сила конечно же которая ну позволяет опять же опционально всего лишь подсверлиться из перфоратора естественно сверлит отверстие но не так как хотелось бы ровно если это допустим мебельное какое-то производство давайте вот еще раз посмотрим вот такая особенность еще раз посмотрим дрель дрель вообще как бы даже и легче одной рукой что-либо производить какие-либо операции на весу где-то да там но опять же это вот опять же для сборки для каких-то мебельных работ для каких-то работ по древесине где опять же надо соблюдать какую-либо точность перфоратор конечно же тяжелый и больше и длиннее и одной рукой в общем-то его не удержать также конечно же есть и возможность сверления шуруповертом ну вот кстати и шуруповерт у него ведь как раз таки быстро зажимной патрон без ключевого можно и засверливаться на второй скорости конечно же и шуруповерт сейчас вот я покажу это тоже сверло по дереву ну вот шуруповерт еще ко всему же я что и нужно иметь все вот такие инструменты но вы что их много не бывает всегда что-то не хватает в работе в итоге на этом все всем спасибо за просмотр подписывайтесь на канал всех рад видеть всегда пока пока